Приветствую вас, уважаемые наши телезрители, уважаемые наши слушатели, словами шалом и не случайно я приветствую вас этими словами, потому что у нас сегодня гость из Израиля. Хочу представить вам Михаила Цина, президент миссии Chozen People Ministries Israel, и прошу вас его любить и жаловать. Михаил, мы вас приветствуем в нашем радиоэфире, тоже словами шалом. Шалом, добрый день. Михаил, ну вот я посмотрел немножко интернет, действительно, вы очень известный человек, известнейший человек в интернете, ваши проповеди там просто нарасхват, и все просят, где можно найти больше, где можно послушать Михаила. Там я посмотрел уже форумы, несколько форумов. Но, опять же, давайте начнем, может быть, не с этого, я просто как бы вам, уважаемые телезрители, представил популярность нашего человека, который сегодня присутствует у нас в студии. Это действительно человек очень известный, и сам его вид, вот такого человека, похожего на апостола Павла, я не знаю, на кого больше, но правда в очках. Может быть, апостол Павел, если бы были очки в то время, тоже бы ходил. Но вот у нас сегодня действительно замечательный гость из Израиля. Михаил, немножко расскажите о себе, вот фамилия Цин, Михаил, это вот что она означает? Это исконно ваша фамилия? Это исконно моя фамилия Михаил, моё имя Михаэль, так меня папа назвал, когда я родился. А фамилия Цин, это название части пустыни в Иудее, которая так и звучит, видно языки Библии. На русский язык она немножко неудачно переведена, как пустыня Цин, а вот в оригинальном тексте это пустыня в Израиле. Семь раз моя фамилия в этой связи упоминается в Библии, так что вот таковы. Каждый еврей имеет какое-то колено, выходит из какого-то колена. Вы свое колено знаете? Вы вообще знаете свое родословное такое? Проследить родословное, естественно, не представляется возможным до основателя колена, Бениамина или Ижи. Но есть догадки, если моя фамилия Цин, древности евреям давали имена согласно географической принадлежности. Пустыня Цин, так как она есть в книге Бетсье, географической, расположена на территории, принадлежащему колену Иуды. Отсюда, по всей видимости, но достоверно наверняка точно сказать не могу. Но если есть какие-то догадки, то наверняка до колена Иуда отсюда Иисус мой кровный родственник. Ну понятно. Но давайте хотя бы то, что можно проследить. Примерно, вот вы знаете своего деда, прадеда, до какого? Я объясню. Мои дедушка и бабушка со стороны отца, они были убиты во время Второй мировой войны. Но у нас есть родственники в Америке, как оказалось. И они составили родословную, которая прослеживается до середины 18 века, до 1740 года. Интересно, что есть фотографии уже 19 века, конца 19 века, таких серьезных раввинов и так далее. Но есть рисунок, с портретами, которые рисовали одного равва из вырежниц конца 18 века. Ну вот до этого момента реально, как бы я могу проследить. У всех была фамилия отцы. Это я знаю со стороны отца. Со стороны матери, значит, мой прапрадед был очень известным раввином в Бердичеве. Это как бы Украина-Житомирская область. Там вообще была очень такая серьезная раввинистическая школа. Но это то, что я знаю, вот как бы из ближайших времени, если ближайшие можно назвать, ну 250 лет. Ну а пример сословия, ремесла, там что-то такое-то вы знаете? Там кто были у вас? Ну я еще раз, значит, ремесла, ну они раввины были. Ну понятно, а все раввины, то есть... Вот то, что я знаю. Последние, последние, наверное, 100 лет, ну разными занимаются. Есть бизнесмены, есть адвокаты. Есть один, даже некий бусник, хиппи. У них коммуна какая-то. Появились у меня родственники Японии после того, как семейство сына стало жениться на выходцах из Японии. Вот сын фамилия почти как японская. Как китайская. Китайская больше, да. Как китайская, да. Интересно. Скажите, Михаил, ну вот все-таки, вот вы выходец из еврейской семьи, вы больше как бы приверженец, должны быть иудаизмом. Я и есть приверженец иудаизмом. То есть вы все-таки... Ну а как-то совместить иудаизм и христианство? Я не христианин, в том смысле, в котором пытаются представить его как христианство, альтернативу иудаизму. Я мессианский иудей. Что значит, это не разновидность христианства, а культурная сфаршированная рыба и станциями 740. Это есть оригинальный иудаизм, это религия Иисуса Христа, которая исповедовала... Иисус же не был христианином, он был иудеем. Надо отличать иудаизм библейский от иудаизма раввинского. Поэтому я во всех отношениях последователь Иисуса Христа. Но в смысле культуры, в смысле социальных норм, не моральных, потому что они библейские все, они тоже поведенческого формата, в своем понимании писания, эскатологических устремлений, я иудей, как у нас говорят, лихольдавар во всех отношениях. И точно так же, как Павел, куда бы он не попадал, первое, куда он шел, он не шел в церковь, шел в синагогу. А вы ходите в синагогу? Я хожу в церковь и в синагогу. Для меня синагога это служение с моим народом, о моем народе. Не с ними, а с нами. Я часть моего народа. Сейчас приближаются праздники, 28 сентября вечером наступает праздник Труп, которым называем Новым годом, Рошашина, библейский праздник. Его для еврейского народа, сколько я знаю, никто не отменял и не заменял никаким другим праздником. После этого, спустя 10 дней будет день освящения, или мы говорим емкий пух, и его тоже никто не отменял. После этого будет праздник Шалашей или праздник Суккот, как мы его называем. Этих праздников тоже никто не отменял. Естественно, я их буду праздновать. Я специально возвращаюсь к 26-27, чтобы быть вместе со своей семьей, с папой, с мамой, с женой, с детьми, с родственниками на этом празднике. Мы будем молиться, воздавать хвалу Бога Израиля и Сыну Его Единородному, и Иисусу, который праздновал все эти праздники и никогда их не отменял для еврейского народа. В этом смысле я и еврей, я никогда не выходил из еврейства. И Павел никогда не выходил из еврейства. Он, будучи и оставаясь евреем, стал апостолом язычников, но он никогда не оставался его еврейством. В 28-м книге «Деяния апостолов» он говорил, вы же знаете, обращаясь к неверующим, которые могли подтвердить, я никогда не нарушал ни законов, ни обычаев, ничего. Что бы мне не говорили о Павле, он о себе говорит, под конец своей жизни, последнее его свидетельство, я никогда ничего не нарушал. Если Павел не делал, Иисус не делал, какие у меня основания это делать. А моя вера, вера в единого Бога Израиля и Его Сына Единородного, единого Бога и триединого Бога, вечного Творца Вселенной, да, это вера, но это как бы типичная еврейская вера. Так что я не вижу здесь, собственно... Здесь все понятно, Михаил, но просто я человек, как говорится, не сведущий в этих делах, все-таки знаю вас, знаю ваши небольшие труды какие-то. Как вы вообще себя можете, не знаю даже как-то выразить, но адаптировать в среду мессианскую, еврейскую, иудаизм, вы же, наверное, знакомы с раввинами. Безусловно. У вас, наверное, много есть друзей среди раввинов. Есть, конечно. Как вы вообще можете с ними вести беседы? Они же категорически отвергают на... Ну, как категорически, ну, это все миф. Про категоризм, это миф, который придуман отчасти христианами, дабы им не... Нет, ну как, у нас был раввин в эфире, да, он категорически сказал, что... Ну, а, раввин... Выбросите ваше Евангелие в помойку и нечего не читать. Естественно, это сказал раввин, но точно так же и христианские учителя, очень многие заявляют, выбросите ваши комментарии в помойку. Ну, смотрите, всегда есть экстремисты, с двух сторон. Окей? Как Павел себя вел. Павел себя вел, ну, давайте, все, дать апостолу Павлу, оставьте этого раввина. Знаете, был раввин и раввин. Два раввина, три мнения, это нормально. Это у нас христианство, к сожалению, мол, или ты, или ты прав. Третьего не дано, греческое мышление. Еврейское мышление, библейское мышление так не построено. Ты прав, ты прав, и ты прав. Или ты не прав, ты не прав. То есть, не правота одного не доказывает автоматически правоту другого. Могут быть все три одновременно предположения взвешены и рассмотрены. И различие не является основанием для ссоры, для неприятия, для объявления еретиком. Просто различие в мнениях подчеркивает непостижимость Господа Бога. И все тут. Не надо из этого делать никакой трагедии. Тот, кто претендует на единственное свое мнение, еретик. Потому что он говорит, я точно знаю, ничего точно в богословском смысле знать о Боге нельзя. Это есть ересь. Я утверждаю это всем. Это есть сектанство и ересь. Когда мы говорим так, только так, так, и не иначе, и никак быть не может, это ересь. Мы можем сказать о том, что Бог один, когда Он сам о себе говорит. Что Он един, когда Он сам о себе говорит. Что Он творец, когда Он сам о себе говорит. Когда же мы начинаем строить различные эсхатологические здания, пре, пост, мид и так далее, мы и говорим так и не иначе, мы юридики, мы сунули Бога в коробку и утверждаем, что мало того, мало того, мы еще и претендуем на то, чтобы его познать. Полностью познать Бога, это значит дискредитировать его как Бога, перестать в него верить. Это противоречие, это парадокс. То есть полностью понятый и познанный Бог перестает таковым быть. Я с вами согласен в этом плане абсолютно, потому что мы как люди часто ставим Бога на ступеньку, как с нами, то есть подобным человеком. В какой-то степени так многие думают, но конечно, при том, что понимать это духовное и необъятное, то, что сотворил Господь весь мир. Тем не менее, дерминационное разделение именно обусловлено вот этими претензиями на полное понимание Бога. Да, да. Я с вами согласен. Ну а вообще-то все равно, вы же, знаете, вы толкуете, я знаю, Танак, да, вы хорошо знаете Ветский завет, и тем не менее, я думаю, что не хуже, знаете, и Новый завет, да. Вот в контексте толкования сегодня многие задаются вопросом, как понимать три единства Бога? Понятия не имею, не знаю. Кто-то, кто скажет, кто понимает, просто лжет. Понимаете, есть же вещи, ну хорошо, вот я вам приведу простой пример. Вот есть макро-вейв, печка. Я инженер, но строитель. Я, ну как бы, вот так вот, я не представляю, не понимаю, как она работает. Но я же пользуюсь. Это очевидная вещь, оно греет. Функционально она меня устраивает. Телевизор. ЛСД или как они называются? ЛСД или ЛСД. Ну, имеет значение. Я не знаю. Они пытаются сейчас объяснить, что такое кварки. То есть одно из состояний кварка, это он здесь и не здесь. Кварк это ничтожество по сравнению с Господом Богом. Но де-факто, феноменологически, мы имеем некий феномен, да, когда кварк, он как бы есть и не есть. И нормально живем с этим. Даже касается Бога, нам необходимо либо объяснить, либо его нет. Нет, это парадокс. Я вам просто приведу простую историю, которая как бы подчеркивает. Во время Персидской войны, войны в Персидском заливе, мы жили у одной женщины, которая жила в это время в Америке. И она нам предоставила свою квартиру в обмен на то, что мы будем ухаживать за ее тремя черными котами. Котов звали очень интересно. Одного звали Исайя, другого звали Еремия, третьего языки. Так она их назвала. Ну, как бы ерунда. И она сказала одну очень мудрую вещь, эта женщина. Она говорит, коты не понимают, почему я их кормлю. Но из-за того, что они не понимают, почему я их кормлю, они не отвергают того факта, что я существую. То есть они умнее человека. Человек, если он скажет, что я не понимаю, почему Бог так поступает, он сразу говорит, поэтому его нет. Дорогие мои, ну и что, что я не понимаю, третьего языка. Оно очевидно, потому что о Боге говорится как об Отце, говорится как о Сыне и говорится как о Святом Бухе. Как это может сосуществовать одномоментно, параллельно, я не понимаю. И не могу понять, почему я должен понять. Есть вещи, которые я не могу понимать о Господе Боге. Отсутствие понимания вовсе не доказывает нашу некомпетентность. Оно говорит о безграничной величавости или многогранности Господа Бога. Я говорю, есть, аллилуйя, слава Богу, я и этого не понимаю. То есть как подойти? Вологии задают вопрос, что такое триадизм. Давайте как бы будем убивать друг друга из этого. Да, Яков говорит, ты веруешь, что Бог един или один, хорошо делаешь. Говорит, и бесы веруют. Ну и дальше. Михаил, это все понятно. Опять же, я хочу у вас еще один вопрос такой задать, который тоже задается часто в форумах, особенно мусульманами. Они все время сталкиваются с христианами, они задают такие вопросы часто. И вот следующий вопрос. Вот личность Бога. Как вы понимаете, что в Ветхом Завете он такой вот грозный, судье... Такой же самый в Ветхом и Новом. А в Новом нет, он более любящий. Да кто вам такое сказал? Ну не видно там. Взял бы, угробил на месте. Ну видно по любви большой. Сразу же одного вынесли и второго вынесли. Что это он, он не меняется. Понимаете? Ну как понять? Бог это и есть свет, нет никакой тьмы. Ну естественно нет. А почему? Свет иногда сжигает. Но почему у нас под светом подразумевается некое утро в средней полосе России, когда нежный лучик, пробивая сквороздовые тучки, это вот. Свет, знаете, как бы холод, он доходит, если я не ошибаюсь, по Кальвину до минус 273. Не Кальвин Богослов, а Кальвин термодинамик. И все тут. А верхние пределы, температура, они безграничны. Вот свет. Но это физика. Конечно, это метафора. Вы что же привели как бокс света? Что такое свет? Цветом можно ослепнуть, цветом можно умереть. Оставьте ребенка в машине закрытой. Он его просто как бы в течение двух часов ребенок погибнет. Это материальный мир. Здесь немножко другие законы. Вот как понять... Какие законы, вы говорите в откровении, описан ад, вечный огонь и тьма в то же самое время. Вот вам противоречия несовместимы с человеческими представлениями. Абсолютно непонятно. Мозг разрывается, если понимать, пытаться понять. А что его разрывать? Есть понятие мистики. Вполне легитимное понятие христианской мистики. Слово «мистика» не имеет ничего дурного в своем переводе, а греческого слова «мистас» обозначает закрытые глаза. Я всегда говорю, вот если вы выйдете и скажете, я сегодня на улице разговаривал с собакой. Он скажет, ну, у вас, брат, серьезные проблемы, тебе надо обратиться к психиатру. Но если вы скажете, что я во сне разговаривал с собакой с закрытыми глазами, да вот это и есть мистика. Вот там никаких проблем нет. Иоанн видел видение, и он видит картины, подобные которым видел языки, которые четырехмерные, их невозможно представить. Некоторые люди рисовали, пытались, колесницы, невозможно. Если бы он сказал, он видел, как по улице, я не знаю, там, Capital Freeway проезжал вот такой, его бы отправили в психиатрическое отделение. Но поскольку он видел видение, это нормально. Это есть мистический образ, к которому надо относиться соответствующим образом. В конце концов, Библия – это тоже литература, и тоже имеет свои жанры, и тоже имеет свои методы. Так и каждый жанр – передача информации. К этому нельзя относиться, понимаете, нельзя к книге Откровения, описанию Царства Небесного относиться к описанию ювелирной лавки. Да, ну что, это очень многие говорят, это ювелирная лавка, тут золото, тут бриллианты, там, чем жемчуга. Спрашивается, зачем? Что, отрезать кусок мостовой, продать, никому не надо. Символ богатства. Богатство имеет смысл, только тогда есть бедность. Когда нету бедных, нету и богатых. Когда с ним ничего нельзя сделать. Поэтому богатство духовное, зачем это сделать? Поэтому некоторые говорят, ох, там будет хорошо. Как, простите, будет хорошо на улицах, сделанных из чистого золота, при постоянном освещении в миллион ватт? Я хочу видеть, как будет. Это человеческие понятные возможности. Но Господь – Бог, средствами, доступными Ему в общении с человеком, не ограничен Бог, но ограничен человек, Он пытается передать, как человеку, что в человеческом понимании наилучшее. Ну, он ему передает доступными средствами. Ну, как бы, и отсюда, вот, пожалуйста, тьма. А как вам насчет дерева, которое растет посреди реки по обеим берегам из Откровения 22 главы? Это образы, которые встречаются. Или видение Даниила. Это образы. И к ним надо относиться соответствующим образом. Все, что касается таинств, таинств Божьих, как то единство или триединство, или как совместить его, простите за выражение, имманентность присутствия и трансцендентность отсутствия здесь, чем занимается еврейская мистика. Это все вопросы, о которых мы поговорим, да. Ну, можно поговорить, можно ответить. Претендовать на некую окончательную... Истину в одной инстанции. Да нет, но мне очень нравятся комментарии, когда я читаю, я вижу там, комментарии, ну, объявленные по-украински, или откровения. И будет стоять 666, знак зверя, там, храм второй, третий, четвертый. Ну, можно поговорить, но, вот, только так и никак, ну, простите, академически это просто несерьезно. А даже популистки, ну, самонадеянно, по меньшей степени. Михаил, мы все-таки Израиль, да, сегодня это точка мира, которая, можно сказать, мировые часы, которые мы наблюдаем, все смотрим, то, что сейчас происходит в Израиле, то, что мы говорим, да, ожидается Мессия, Мишах. 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 И, вот, вы, как бы, знаете Христа, да, вы проповедите Христа. Вы тоже ожидаете Мессию? Естественно, что мы говорим, да, того же Мессию. Ну, подождите, здесь Мессия будет один, а там будет другой. Я вот немножко... Нет, израильтяне ожидают Мессию, который Христос. Мессия и Христос – это одно и то же слово. Ну, понятно, да. Но их Мессия, с их точки зрения, это не Иисус. Но у них есть мессианские ожидания. То есть ожидания, отчаяния, эскатологические конца света. И у нас есть. Но мы знаем, кто придет, а евреи не знают, кто придет. У них слово... Если бы я говорил по-английски, я бы сказал бы «it's a Christ». Нет, подождите, вот мы знаем, да, вот вы сказали, мы знаем, кто придет. Мы знаем Иисуса Христа. Мы и я, мы знаем, что он придет. Но мы знаем, что придет Антихрист еще. Ну, придет. Так кто придет? Я не понял. Вы не понял вопроса. Нет, ну вот, допустим, смотрите, да. Сначала? По откровению мы знаем, что... Сначала будет Антихрист. Ну, вот понимание евреев, это вот тот мешок, который они ожидают? Или все-таки другой? Как это? Мы говорим от двух раз. Потому что многие говорят, что... У евреев нет Антихриста? Евреи ожидают... Нет, он придет как Лже-Христос. Он придет под именем Христа, как Лже-Христос. Нет, почему он должен быть принят, евреями, как Мессия? А, в самом деле, очень много появлялось Мессии и Лже-Мессии. Будет некий личность, которую придет называть Антихрист или Лже-Мессия. Лже-Мессия. Который предстанет как Мессия. И вполне возможно, ведь ему же будут поклоняться не только израильтянин. Будет поклоняться практически все население земного шара. Да? Даже из тех, которые формально называют себя христианами, потому что вера ослабеет, ноги отпадут и так далее. Мы должны понимать, тут уже опять-таки, это все вопросы спекуляции. Это зависит от нашей эсхатологии. Если мы говорим, что церковь будет вознесена до Великой Скорби, вот давайте реально говорим, то тогда церковь не встречается с Антихристом. Не получается. Если церковь будет вознесена во время Великой Скорби, а она будет встречаться в середине, то она встретится с Антихристом, но в его первой фазе семи лет, или так называемых семи лет Великой Скорби, когда он будет обещать мир, процветание, завет с Израилем и так далее. То есть она тоже не подвергнется еще преследованиям Антихриста. То есть критическими для церкви будут вторые три с половиной года. Поэтому только та часть христиан, которые верят в пост-треболениционистское вознесение, может говорить, что вот как христиане к этому относятся. Что касается евреев. Евреи погибнут, большинство из них, ну не знаю, так говорит Писание, или огромное количество из них, в результате событий последнего дня. И только остаток спасется, когда произойдет имя истинного Христа. Поэтому в заблуждение, но, кстати, такая же участь, постенит и другие народы. То есть то, что мы видим сегодня, это мы приближаемся к тому времени, когда конец света не просто будет неким далеким эскатологическим событием, он будет вполне реальным. И пришествие Мессии, или лжемессии перед этим, мы знаем, что он должен пройти. Если мы говорим, что Иисус придет за церковью ранее того, то мы забираем и оставляем место для Мессии начинать действовать. Тоже не факт, что он царь. Опять зависит от вашей эскатологической позиции. Поэтому израильтяне ожидают Мессии. Вот кого они примут за Мессию, это другой вопрос. Будут очень многие, которые не примут его. Не весь Израиль примет Мессию. Потому что у них же тоже есть, у нас, у евреев, тоже есть какие-то, как говорится на секундочку, христианство, тоже какие-то признаки. Кого-то ему удастся обмануть. Например, ортодоксальные евреи, в своем большинстве не примут уже Мессию. Потому что он должен направлять определенными качествами. Кто его примут? Скорее всего, его примут то большинство, которое сегодня является секулярными и ни во что не верит. Потому что этот Мессия, он будет отчасти религиозным. Да, он будет восстать в храме, но ведь, да, он возобновит там жертву. Но ведь суть, что он будет обещать, это же как бы богохульные вещи. Он будет обещать каждому, как бы коммунистическое дело, все, что хочешь, получишь, процветание, мирские вещи. И это то, что очень... Мир, да, как бы со всеми другими народами. Будем, как все другие. Было, мы хотим быть, как все другие народы. Помните, что было, да? Да, да, да. К Самуилу приходят. Пришли, значит, к Самуилу, говорят, мы тоже хотим царя. Он пришел к Господу Богу. Это было. А что касается религиозных, у них все-таки свои отношения к этому есть. Поэтому, кто примет светские регулярно немцы, итальянцы, американцы, евреи, это как бы будет всеобщее помешательство. Михаил, ну почему мы говорим, что для евреев будет особое, как бы, знаете, вот, время, да? Ну, не знаю. А Господь написал, почему? Из-за того, что я не заслуживаю, нет, не заслуживаю. А почему одним евреем открыто, вот вам, допустим, открыто что-то, да? А почему вам открыто, одного из-за чего открыто, а другим нет? Это вопрос из серии, знаете, как бы, знаете, вот, еще одна мистика. Павел писал, что-то Петр думал, чесал свою голову, говорит, не, как, что-то он там такое пишет, очень много там, ему было непонятно. А что же мне понятно? Мне, например, непонятно, седьмая, восьмая глава послания к криминому. Объясните, пусть кто-нибудь из наших зрителей объяснит. Если мы все были мертвы, труп бездыханный по преступлениям нашим, да, Господь Бог оживил нас. Какая наша заслуга в том, что мы его приняли? Никакой. Для того, чтобы мы могли сказать ему «да» на момент покаяния, мы должны были быть уже живы. Но если мы уже живы, то нам не надо говорить «да». Получается некий парадокс. Опять, с одной стороны, суверенность Божия, с другой стороны, наша воля. Где место нашей воли, где суверенность и где фатализм во всей этой истории? Если, коль скоро так, Бог знает, всеведущий, зачем мне вообще идти евангелизировать, если он предопределил, предузнал и даже прославил? Что я буду идти? Он и так сделает. Ну, опять же, с нашей колокольни. Так у нас другой-то нет. Ну да, да. Поэтому, коль скоро колокольня такова, так надо сказать, что она два вершка, простите, от земли. И не надо представлять себя, что мы находимся на вершине даже Вавилонской башни. Нет, ну я в том плане, что, понимаете, все-таки, если мы считаем, Бог это как бы, ну, абсолют, да, какой-то, то почему нет абсолюта вот в том, что он сказал? Нет, есть, но он нам недоступен. Он есть, он абсолютно существует, но, как и всякое, абсолютно оно недоступно ограниченному. Тут же абсолютно как бы философское противоречие глубокое. Мы говорим, опять-таки, о том же самом терминале, либо имманентности, вот, либо трансцендентности. Трансцендентное по определению недоступно. Оно находится вне времени, вне человеческих координат, вне познания. Оно вне категории познания. Именно это определяет трансцендентность Бога. Что было до Бога? Ничего не было. Потому что не было категории, что, до, того или после. Он вне времени. Оно существует. Объективность существует для него самого. Абсолют объясняется только в рамках абсолюта и самым абсолютом. Все. Period. Точка. Никуда. Всякие попытки ограниченного или имманентного объяснить абсолют заведомо, философски, как бы азы, азов, предопределены на неудачу. Поэтому все, что мы можем сделать, мы можем создать некую модель. Например, Резерфорд создает модель атома. Ну, посмотрите, какой школьный сталь. Есть некий там кружок, который сидит в центре. Или такие работяжки, электрончики, которые сидят. Всем понятно, что это, как бы, ну, там, мурзилка. Ерунда, да? Потому что тут не учитано, не слабое... Ну, наглядное пособие, да. Ну, наглядное пособие. Но это некий костыль, некое подобие ноги, которое помогает нам существовать. Отсюда, как бы, законы природы, которые не полностью объясняются нашими правилами о законах природы, но, тем не менее, помогают нами более или менее как-то ими пользоваться. Это как углерод, или как бензин, который мы сжигаем, он отравляет воздух, ну, как бы, не до конца. И наша задача в том, чтобы как меньше, как больше снизить содержание углекислорода. И эта модель вот полнополного использования. Вот так же приблизительно и с Словом Божьим. Дорогие мои возлюбленные, мы ограничены. Даже влияние Святого Духа на нас, в нас имеет ограниченность. Не из-за Святого Духа, а из-за нашей ограниченности, из-за нашей лимитности в пространстве и во времени. Ну, невозможно, как бы, совместить, или дать работать святому и профанному. Это, в принципе, совершенно невозможно. Ни один из нас не может быть святым 100%, как Господь Бог. Что значит, мы находимся под действием и Святого Духа, который живет в нас, и не Святого Духа, который опосредованно через наши тела сражается со Святым Духом. В результате мы имеем то, что мы имеем. Но признание, констатация этого факта является, с моей точки зрения, совершенно очевидной. Но, а коль скоро так, вы поймите, что основные разногласия в Церкви за две тысячи лет ее существования связаны именно с пониманием исключительности того или другого учения. То есть, в тот момент мы покушаемся не на учение друг друга, нет. Это гораздо глубже и гораздо хуже. Мы в этот момент покушаемся на непознаваемость полную Господа Бога. Потому что, когда мы говорим только так, а не иначе. И отсюда радуется сатана. Начинаем убивать друг друга, клеймить, проклядать. Ну да, сколько войн было уже, да. И будет. А сейчас... Почему думаете, сейчас нет войн? По простой причине, что существует моральный кодекс. Там строители коммунизма, а здесь строители капитализма. Вот и все равно. А дай им волю, нашим, нашим. Я хочу видеть, что будет. Да, собственно говоря, зачем далеко ходить? Мало войн. Не так давно протестанты, католики, что, мало убивали друг друга? Ну конечно. А все вот эти секты во всех, в Индии, в Вилливане, как бы, дай волю, дай волю, пойдут резать. Нет, конечно, сначала пойдут резать из-за богословских разновлений. Ну да. Потом быстро забудут. Потому что, то, о чем договориться нельзя и понять, нельзя спорить не будет. Потом будут просто, как бы, ах, ты мне сказал, ах, ты мне сказал, да собственно и все. А кто из нас святее, а кто из нас правее, а кого истина, а кого нет. Нет, это же так всегда было. Нет ничего нового под шумом. Михаил, ну вот к сегодняшним дням давайте обратимся. Давайте. Мы говорим, что Бог, он вот именно, то, что он в его планах, оно осуществится. То, что должно произойти, оно произойдет. Нам, конечно, многие вещи непонятны, но тем не менее, мы пытаемся что-то изменить, думая, что оно должно быть именно так. Вот сейчас Палистина заявляет в ООН, что они должны быть суверенны, как государство, что они должны... Палистины нету. Я понимаю, в том понимании, о котором вы понимаете. А вот, кстати, почему евреи не взяли это название Палистины? Это зачем? У нас же не библейское. Нет, ну вот Палистина заявляет, именно палестинцы заявляют, якобы, что они именно исконно живущие нации на этой территории, так как они палестинцы. Есть такой анекдот. Кстати, филистимлянцы и палестинцы, это что? Вообще. Ну давайте. Это, знаете, это... Это как... Есть конь, через который мы прыгали. Есть это одно и то же, потому что это звучит одинаково. Это да-да. Филистимляне или филиштин, это были греки, которые на кораблях спустились как бы из Греции и завоевали западное побережье Иудеи, Ханаана, и стали называться филистимлянами и жили в Газе. Греки. Арабы первые появляются во всей этой пенинсуле, с пенинсулы приходят и приходят в землю израильскую, начиная с 6-7 мека с проникновением ислама. Арабы из аравийской пустыни и греки. И они вытесняют все... С временем это становится... Ислам становится как бы главенствующей религией, потом крестоносцы отбивают, потом на несколько веков появляют. Это история. Это история. Но арабы никакого отношения к филистимлянам не иметь, что да, получилось. Когда император Адриан после подавления восстания Барковбы в 132 году опять сравнял очередной раз Иерусалим с землей, он не просто переименовал название Иерусалима на Эль Капитолина, как арабы называют сейчас Эль Кудз, хотя нет упоминания в Коране. Он в пику евреям назвал это государство в честь тех филиштим, которые были. И поскольку Ф и П на греческом одна буква, он ее назвал Палестина. То есть как бы, но опять в то время не было еще арабов. В Египте не жили арабы тогда. Это как бы, это никакого отношения к арабам еще не имеет. Надо понимать, здесь нации, которые дожили, потом прошло большие демографические изменения. Надо сказать, правда, Филон тоже в первом веке уже упоминает название Палестина, но он упоминает его именно в связи с филистимлянами, которые там жили. К арабам никакого отношения не имеют. Поэтому, если они говорят, что они потомки грека, туда это надо другой исторический нарратив придумывать, потому что это никак не согласуется. Буквально полминуты смешной анекдот, который в этой связи рассказывают, когда в организации объединенных наций один еврей говорит, эта земля принадлежит нам. На каком основании кричат палестинские представители? Тут говорят, ну я могу рассказать историю, вот когда, говорит, Моисей здесь был, он, говорит, ступил и решил поплавать и оставил свою одежду на берегу. И вдруг он вернулся и увидел, что палестинец украл ее. На что палестинец говорит, неправда, палестинцев там еще не было. Он говорит, вот именно с этого пункта мне хотелось бы начать. Не было там. Это миф, миф, который, еще один миф о том, что арабы потомки Исмаила очень распространенный. Я вижу, не смотрит такими глазами. Никакого доказательства этого вообще нет. То есть вообще нет. Схожесть языков семитской группы между евреями и арабами, но видите ли, афроамериканцы говорят на том же самом языке, что и выходцы из Европы. Однако это их не делает выходцами из одних народов. Это не довод. С точки зрения академической это вообще не довод. Ну, есть традиция. Между прочим, кстати, поддерживаемая часть уровинов. Есть традиция, которая говорит, что арабы это потомки Исмаила, отсюда наши двоюродные братья. Может быть, да. Ну, может быть, и нет. Я как бы... Не, но все люди братья в какой-то степени получается. Ну да. Нет, но опять же мы берем... И Каин, и Авель тоже. Да, да. Нет, вот, Михаил, сегодня, то, что происходит в Израиле. Вот информация, которая сейчас приходит, да, я не знаю, сколько она правильная. Я хочу спросить у вас. Вы живете там, да? Вот говорят, что сейчас идет отток евреев, израильтян из Израиля в связи с тем, что вот палестинцы сегодня хотят отвоевать Израиль, территорию еврейского государства. Абсолютная ложь. И они хотят... Из-за этого они боятся, и они уезжают из Израиля. Это абсолютная ложь. А во время войны в Персидском заливе невозможно было найти билет на самогут в Израиль. На самогут. Но это было... А сейчас? То же самое. Сейчас... Есть иммиграция, вот... Нет, но иммиграции нету такой волны. Иммиграция, как была раньше. Ее не было и 5 лет назад, и 10 лет назад уже, и 15 лет назад уже не было. Но и оттока тоже вы не наблюдаете, что нет? Ну, я могу цифры предвести, это сложно, поскольку мы работаем близко с Сахнутом. Значит, за последние 20 лет, 21 год, были миналии, начиная с 90-х годов, из тех, которые приехали, уехало обратно между 5 и 6 процентами. То есть, как бы, это отток. Это отток из Израиля. Очень трудно определить. Например, какая-то часть, ее оценивают еще 3-3,5 процента, живет сейчас в России, занимается бизнесом, они периодически проезжают. Но они имеют двойное гражданство. Да, они все имеют двойное гражданство, даже те, которые вернулись. Но трудно очень определить. У них, как правило, дети остаются в Израиле, и они все равно, да, но они, вот у меня есть друг, который известный журналист израильский, он не один друг, несколько, известных, кстати, московских журналистов, Антон Носик, или Демян Кудрявцев, который был известным израильским. Ну, понятно. И они как бы сейчас коммерсанты. Но они израильтяне. Или Борис, или Генделев, который был поэт, который был, или Арсен Даниэль. Они израильтяне, но они как бы живут, потому что возможности зарабатывать деньги. Зарабатывать деньги. А в Москве, или Питере, ну, конечно же, там зарабатывают гораздо больше. Да, собственно, и даже чем сейчас. Но я хочу подойти уже к другому вопросу, да. Вот сейчас у нас есть некие адепты, которые ездят по церквям, которые говорят, что вот надо сегодня вот ехать в Израиль, что там страна убежище для вот славян. И в то же время даже есть вот такие заявления, что нужно переходить в еврейство. То есть не являясь евреем, да, переходить в еврейство. И даже есть якобы договоренность с Кнесетом в Израиле, что отдаются некие территории самарийские для того, чтобы силились славяне на этих территориях. И так далее. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Провокация. Я, смотри, насколько вообще можно авторитетно что-то заявлять. У меня всегда спрашивают, ну как там, храм начали строить? Ну это исконный вопрос. Нет, но вопрос мало того, что любимый, ладно, довод, который всегда-всегда при этом говорят. Говорят, вот у нас, в нашей газете Луцкая, Винницкая, Смоленская правда точно написано уже. Я говорю, понимаете, возможно, в газете Смоленская правда написано. Я живу в 15 минутах ходьбы. Вот я не вижу, чтобы что-то строилось. А Смоленские, конечно, знают. Там виднее. Там высот Смоленского Кремля и как бы естественно. Вот я как бы близко работаю. Организация, с которым я сотрудничаю и многими, большими, серьезными. И мы очень серьезно занимаемся вопросами яли и абсорбции. И как бы мы даже представляем себе, кто приезжает, как приезжает. Имеем серьезное отношение к законотворчеству. Потому что я являюсь керамином совета директоров БАА, Альшо Организация, который, кстати, сегодня проводит 15-тысячный митинг напротив здания Организации Объединенных Наций. У нас в интернете будет много сегодня об этом. Против Дурбан-3 конференции антисемитской, которая в Нью-Йорке естественно сейчас будет. Так вот, мы знаем, о чем идет речь и постоянно общаемся с членами Кнессета и с адвокатами. То, о чем вы говорите, мне напоминает аферу. Я опять-таки на 100% у Господа все возможно, но существует закон, я еще раз говорю, закон государства Израиль, который, не знаю, как в России, но в Израиле обходить нельзя. В Америке тоже законно так вот. Закон государства Израиль говорит, что никто не может приехать в Израиль и получить израильского гражданства, иначе, как еврей, не поменявший свое вероисповедание, при условии, что у него есть кто-нибудь в роду до третьего колена евреев. Ситуации с христианами, которые декларируют себя как христианами и хотят обратиться в иудаизм, требуют по меньшей мере двухлетнего процесса с декларативным отказом от христианства. При этом все должно происходить до... отказ это что? Именно отказ от христа, то есть отречение. Если, например, вы не были христианином, ну, скажите себе, что вы бурят, буддист, или кто угодно, или светский человек, что вы не и не и вы хотите как бы, вот я не знаю, вы там диск джокей, который как бы, ну там, у вас папа еврей, мама нет, что согласно закону вы не еврей, по маме считается или просто русский, русский, но не христианин, никогда не декларировали. Когда вы попросите о переходе в еврейство, скорее всего, вам не зададут вопрос о вашем происхождении духовном, потому что очевидно, что вы никакой пронарлял, это тоже могут спросить, да. Когда же человек декларирует себя как христианин, он не просто переходит из как бы одного этноса в другой, он меняет одну религию на другую, поэтому, чтобы не получилось антимаранов, да, в свое время в Испании, когда евреев переводили насильно в христианство, да, то они как бы сдули в кармане, оставались формами, а дома продолжали праздновать эту историю и за ними всячески следили. Так вот, чтобы здесь не было анти, наоборот, то есть, как бы мы все равно останем с пальцем здесь. Схитрим, это очень серьезный вопрос, это очень серьезный вопрос. Значит, мой брат, он женат, он неверующий родной брат, он женат на девушке, которая русская, этнически русская, и они поженились, это можно было сделать, они поженились, государство израиль признает этот брак, однако она не считалась еврейкой, она решила принять еврейство, она тоже неверующая, процесс занял два года, несмотря на то, что он еврей, мой брат, этот процесс затрагивал их обеих, они постоянно ходили на курсы, они изучали. Но они, скорее всего, как и в Америке, тоже проверяли, насколько он неэффективный брак, да? Нет, брак, они на тот момент уже жили в браке, 9 лет у них сын был, это как бы не было вопроса, но тем не менее, это серьезный, серьезный процесс. Но они оба, как бы, понятно, она же была израильтянкой, а он евреем, и понятно, что у них как бы не было самого начала никаких проблем. Когда человек, будучи христианином, начинает сказать, окей, он должен сказать, что я не хочу стать евреем, я хочу отказаться от христианства, потому что закон государства... Ну, откажусь, а потом опять примкну. Ну, это как бы другое, Господь хитрости, все милости, если... За меня пальцами. Ну, это я как бы оставляю на откуп хитрому христиану. Ну, я думаю, что все, это выглядит аферой. То есть, это афера, да? Я, ну, опять же, все может быть, и не знает, мы происки... Это ваше мнение, ваше мнение, да, если бы я ошибился и таким образом можно было напомнить... Нет, просто мы знаем уже много таких подобных вещей, когда в Саудовскую Аравию говорили, что надо бежать всем, потом... А, в этом смысле? Да, ну, опять же, знаете, у нас есть разные... В горы бегите. Разные понятия, разные люди, которые ищут способы, как людей обмануть, конечно же, как их привлечь к тому, чтобы они в единую кассу кладут... В тот момент, когда им скажут вносите результаты, о, тогда уже понятно. Тогда все будет понятно. Михаил, давайте вот немножко поговорим уже ближе к вам, потому что время у нас уже практически ушло. О вашей миссии, вот этой chosen people министре из Израиля, что это такое? Чем вы занимаетесь? Зарегистрировано в Министерстве внутренних дел, легальная организация, основной целью которой запись в нашем уставе гласит проповедь Евангелия Иисуса Христа еврейскому народу. Подпись, число, дата, печать Министерства внутренних дел. Ого, и вы еще живой. В Израиле разрешена проповедь Евангелия законом. То есть это по закону разрешено? Еще один миф, будто в Израиле запрещена проповедь Евангелия. Знаете, я вот слушаю, вот все мифы об Израиле я никогда не слышу в Израиле. Я слышу за границей, что в Израиле запрещена проповедь Евангелия. Но это как бы миф, отчасти раздуваемый антисемитами от христианства, чтобы показать силу гонений. Да нет, в Израиле запрещена празелитизация детей и взрослых в том случае, если в обмен предлагаются какие-нибудь материальные или иные ценности. И я двумя руками и за первую поправку и за вторую. Но я имею полное, стопроцентное право стоять на улице, открыто давать объявления по телевизору, в газетах, радио, в своих служениях, раздавать листовки, кричать на улице, вести передачи, печатать объявления в газетах, легальные служения в любое время, не нарушая общественный порядок, проводить крещение. С точки зрения государства я сто процентов легально занимаюсь делать. Другое дело, что здесь или там могут быть люди недовольны, как в России православная церковь, или я не знаю, здесь кто-то довольный или нет, но политически корректно. Но это надо отличать закон и поведение отдельных личностей или даже организаций. Да, естественно, государство не очень в восторге от того, что мы делаем. Но это есть свои причины. Но есть разница между быть в восторге и не в восторге и законодательно запрещать. В этом смысле у нас абсолютно полное, то есть как бы абсолютно в смысле законно, абсолютно полное... Ну, если это законно, то, конечно, значит... Абсолютно мы легальные учреждения. Ну, такие мифы они входят, потому что люди, знаете, то, что вы обозначили, это действительно так. Это в основном из тех же источников, что и про третий храм. Ну, скажите, вот, Михаил, вот в ближайшее время какие-то будут мероприятия, вы сюда приезжаете очень часто, но не так, чтобы очень... Я сегодня приезжаю сюда раз в год по разным причинам. Ну, я как бы... По роду своей зрительности я очень много путешествую. Хотелось бы меньше, но пока что получается. А мне наоборот бы, я мечтаю путешествовать. Вы уже устали. Женат. Знаете, Павел в свое время говорил, что лучше оставаться таким, как он. Но когда у вас один сын в армии, у меня, и вы каждый день звоните, чтобы знать, что там происходит, а дочь в том самом возрасте, когда 14 с половиной лет, и куча дел там, то... Но тем не менее. Я приезжаю достаточно часто в Штаты. Ну, например, следующий свой приезд это в январе месяце я буду в Орландо. Есть большой богословский симпозиум. Академический для тех, которые занимаются определенными проблемами. И у нас будет, наверное, больше 150 профессоров, которые приезжают с разных мест, и будет серьезная работа. А в марте я буду в университете Байола здесь в Лос-Анджелесе. Известный писатель Джо Розенберг, мы проводим вместе с ним конференцию здесь, посвященную его книге Эпицентру. Мы провели аналогичную конференцию в прошлом году, в Чикаго, в Муре. Байбл-Черч было совершенно потрясательно. Потрясающе. Более двух тысяч человек. Как бы посмотреть хотелось бы. Она есть все в интернете. Наберите Джо Розенберг Эпицентр конференц. И это есть. И это будет здесь в Байола-юниверситете. Мы проводим аналогичную конференцию тоже. Но это все записывается где-то, где-то можно посмотреть. Это все есть на носителях, на DVD, в интернете, книги целые. Все в интернете. Но слава Богу, мы поищем. Ну, это как бы только вот Америка. Месяц назад я был в Англии. После этого, или перед этим, я же не помню, в Германии, несколько раз на Украине в этом году, в Казахстане, в России, на Дальнем Востоке, в Гонконге. Ну, вот как бы... Устали вы уже. Так вот степени. Ну, вообще, когда длительное, да, если честно. Но суть состоит в том, что мое служение двоякое. Потому что проповедь Евангелия евреям это основная часть служения. Все-таки большую часть я провожу в Израиле. В том или ином виде. Либо преподаватель... Но у вас должна быть золотая жена такая вот. Она ей золотая. Нет, она бриллиантовая. Бриллиантовая. Ну, это хорошо, когда действительно супруга понимает. Я очень люблю свою жену. И я... Ну, переживаете тоже о семье, о детях, естественно, когда находитесь в поездке. На самом деле, день начинается, день заканчивается с моей молитвой. О них. Я бы, на самом деле, взял себе правила не начинать дня, пока я не помолюсь о своей супруге, о своем сыне, о своем дочери, папе, маме и всех своих родных и близких. Я искренне верю, что наша молитва за мир во всем мире перед молитвой о своей собственной семье она диспропорциональна и она немножко патетическая. Потому что, если мы не священники у себя дома, то мы вряд ли можем заботиться обо всем мире. Это как бы лакмусовая бумажка или пробный камень, да. Вот. Ну, как бы, одна часть служения это Израиль, а вторая часть служения мы все-таки пытаемся достучаться до церкви и рассказать церкви... Церкви какой? Евангельская. Евангельская. И рассказать церкви... А почему надо до нее достучаться? Ну, как бы, церковь забыла, откуда она родом. Если вы почитаете комментарии, которые существуют на сегодняшний день, доктрины, которые существуют в систематическом богословии, они безумно далеко ушли от того с моей точки зрения. А что вы понимаете вот по видам достучаться? Это что? Вот именно, в каком плане это именно должно быть? Произойти в вашем смысле? Ну, во-первых, церковь должна понять, что она никакой не Израиль, что церковь это не Израиль, и она не заменила место Израиля, что есть церковь, есть Израиль. Она должна понять, Ну, опять же, это понятия какие? Вот есть геологические понятия, да? Допустим, церковь, да, как таковая, тоже есть Ватикан, допустим, церковь, да? Мы говорим о вселенской церкви. Вселенской, да? Вселенская церковь, или невидимая церковь, церковь, которая принадлежит душа каждого спасения. Но я не имею в виду деминационной и поместной церкви, это как бы... Все понятно, я специально это обозначил. По церкви я имею в виду более широкое, как бы универсальное значение, есть тут этого слова. Достучаться, наверное, рассказать церкви о том, что ее функция состоит в молитве об Израиле, я все-таки израильтянин, что ее функция состоит в том, чтобы понять, что спасение дается церкви отчасти согласно посланию Кремля для того, чтобы возбуждать ревность у Израиля. Объяснить церкви. Очень многие из ее доктрин о том, вернее, что невозможно понять то, чего учил Иисус, без того, чтобы не рассматривать Писание сквозь еврейскую призму. То есть, как бы грек, который смотрит на греческое Писание, выводит из нее греческие доктрины. Но проблема состоит в том, что Писание говорит, что Библия вверена была евреям. Поэтому экзегеза должна быть либо еврейская, либо никакая. Либо никакая. Потому что невозможно трестиж... Нет, ну как бы наоборот оптимистично. Это было совершенно невозможно еще буквально 100-150 лет, хотя подпринимались первые попытки. Сегодня с огромным распространением средств информации, мидия, софта, программного обеспечения, интернета, это все доступно. Подсрочники доступны, комментарии доступны. Было бы желание. Но опять же, Михаил, вы же понимаете, истина в последней инстанции, но ее нет. А ее нет, но тем не менее тенденция есть. Для Господа Бога не важно, где ты оказался к концу своей жизни. Опять же, люди все разные. Вы же поймите, почему много религий? Я считаю... Ну, на то Господь и спросит. Мы все разные. Конечно, мы все разные, но есть вот, вот в чем дело. Господь Бог отличает ложь от заблуждения. Если человек искренне заблуждался, он, во-первых, всегда готов принять или понять. Если человек, если аргументом будет в конце, меня так научили, или как, лама, каха, почему, потому, или мне так сказали, или я на том стоял, стоят, и стоят. Мои отцы были, и я буду как. Вот, вот, если это так, то и тот, как скажут, ну, ему скажут, ну, ты пойдешь, приложишься к своим отцам. Знаете, вот термин, и приложился к отцам своим. Вот, а значит, что это значит? Вот все так, приложился к отцам. Человек умирал в Израиле, и что получалось? Как бы, тело его разлагалось, и, если, например, были большие, богатые могилы, скажем, в течение 40 минут, кто-то, 40 дней, кто-то умирал дальше, то его надо было бы, как бы, волей-неволей разрывать ту же самую могилу, и, соответственно, стояло амбре, и это было невозможно делать. Так вот, чтобы этого никогда не повторялось, было несколько секций. И когда через год труп полностью разлагался, кости, в котором, показалось, переносились на территорию этой той же самой могилы в то отделение, которое называется «Наши отцы». Понимаете? Это, кстати, один из элементов, почему я говорю... Кошмар. Нет, нет, это, кстати, один из элементов, который, когда вы изучаете еврейскую историю, вы помогаете понимать, что же написано в Писании. Просто простой пример. Да, вот многие вещи, кстати. Простой пример. Просто, куда я это знал, моя жена, туристический гид. Она провела меня, показала все вот эти вот колумбари, где вот эти захоронения. То есть там, чтобы вам не надо было посещать, как бы, своих праотцов, сидя, вот, недавно захороненном 40 дней назад. Поэтому, это было вот все еврейские богатые могилы, это были как бы два отделения. Понимаете? Одно, депозитарий, и как бы, где это вот. И это называлось приобщиться к своим отцам. Вот если они хотят, вот, в чем, значит, вот эта вот группа братьев-товарищей, приобщиться. Приобщиться вот таким образом, но хуже будет, если приобщимся, конечно, в другом понятии, да, и мы приобщимся в то место, куда пошли все отцы. А я ни за кого, как бы, не решаю. Ну, это понятно, это не наша задача. Не наша задача, мы не знаем. Благодарю вас, Михаил. Знаете, с вами было очень приятно беседовать. Взаимно. И продолжал бы беседовать с вами, вы очень интересный человек, и мы хотели бы вас еще больше видеть. Но самое главное, хочу вам пожелать, конечно, это Божье благословение, чтобы Бог был с вами, я уверен, что он с вами, и чтобы все было действительно хорошо. Амин. Спасибо. Пусть Господь благословит. Уважаемые слушатели, телезрители, я напоминаю, что у нас сегодня в студии был замечательный, интересный человек, Михаил Цин, президент миссии Choosing People Ministries of Israel, и будем молиться, будем молиться об Израиле, будем молиться о Михаиле, ну и, конечно, друг о друге. Бог вам помощь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...